Всем привет, друзья! С вами канал Unreal Игры! Ну что, друзья, добро пожаловать в Майнкрафт! И сегодня мы посмотрим мод под названием Тектопия. Жители в Майнкрафте, которые сами строят свою деревню и развивают свое поселение. А мы принимаем роль мэра в своем поселении. Ну как вам такой мод, друзья? Мы находимся в Майнкрафте 1.12.2. Друзья, этот мод позволяет создать свою собственную деревню с умными жителями. Ни один другой мод такого вам не позволит сделать. Так что смотрите, ребята, до конца. И не забывайте ставить лайки, подписываться, ну и делиться этим видео. Если вам нравится больше обзоров модов. Мы находимся на живописном песчаном берегу. И здесь работают мои жители. Вы просто посмотрите, как качественно они выполняют свою работу, которую я их заставил делать. Ну что, если вы хотите узнать, друзья, как это все работает, смотрите видео до конца. Ну что, самое первое и самое главное в этом моде, друзья, это его установить. Его можно установить на версию 1.12 и, возможно, выше. Первое, что нам понадобится, друзья, это, ясное дело, сделать им дома и главную ратушу. И после этого у нас пойдет работа. Так, ну что, я немножко переместился, чтобы не помешать моей деревне. И давайте сделаем свою первую ратушу. Так как же ее сделать? Берем любые блоки, а также берем рамку. А еще нам нужно сделать вот такой вот таунхолл. Делается главное здание вот таким вот нехитрым образом. Далее строим небольшое здание. На любое ваше усмотрение. Так, ну что, у нас, в принципе, все готово, друзья. Устанавливаем рамку и туда ставим таунхолл. Так, а вот, друзья, все и заработало. К сожалению, вот этот значок не видно с шейдерами, но, в общем-то, все у нас заработало. В общем, все дома в этом моде, друзья, строятся по такому принципу. Что вы строите какое-либо здание на свое усмотрение, а потом просто в рамочку добавляете то или иное здание. А здания бывают разные. Давайте все по порядку. Так, давайте заглянем вовнутрь и что же у нас получилось, друзья. У нас появляется два вот таких вот человека в нашем городе. Один продает нам профессии, которые мы можем назначить для наших жителей. А второй продает чисто здание. И все это мы можем покупать за изумруды. Также в этой игре есть специальные торговцы, где все можно это заработать. Вот, в общем, много разных интересных значков, ребята. Давайте начнем все по порядку. Таверна за 45 изумрудов. Далее школа. Потом овцеферма. Далее шахта. Свиноферма. Дом на 2 человека. Дом на 4 человека. И дом на 6 человек. Также есть ферма коров у нас. Библиотека. Ферма курочек. А также мясобойня. Также у нас есть, ребята, кузнец. Также у нас есть охрана. Также у нас есть специальный магазин, как я понял. Далее у нас есть кухня. Это я не знаю, как это переводится. В общем, возможно, для тренировки наших воинов, друзья. Так, давайте посмотрим, какие у нас есть профессии. Это у нас клерк. Как я понимаю, он может делать, возможно, все. Так, это у нас ламборджек. Это лесоруб у нас. Также у нас есть фермер. Шеф-повар. Кузнец. Музыкант. Майнер. То есть шахтер. Также у нас есть фермер. Также есть у нас учитель. Обозначается яблочко. Есть у нас зачарователь. Есть у нас мясник. Есть у нас друид. Также есть у нас страж. В общем, вот такие на данный момент функции у нас есть, друзья. Как же нам развиваться дальше, если мы хотим сделать свою деревню? А дальше нам нужно построить дом и ждать первых жителей, которые придут к нам в деревню. Кстати говоря, друзья, все части из этого мода найти можно в вкладке «Разные». Вот они как раз здесь и располагаются. Давайте сейчас попробуем сделать домик для жителей. Для этого нам понадобится взять, например, вот такой вот дом. Так, допустим, мы купили вот такой вот дом у нашего продавца. Далее мы просто берем и строим этот домик, собственно. Так, ну что, друзья, домик почти готов. Давайте еще поставим стекла, чтобы было совсем уже более-менее симпатично. И потом мы переместимся ко мне в мой маленький уютный городок. Так, все. Эти условия мы выполнили. Ставим рамку и ставим кроватку. И получается, что у нас теперь почти готовый дом. Но не стоит забывать, друзья, что жители не будут спать на полу. Так что нужно найти какую-либо кроватку. А в основном используются, по-моему, белые кровати. И все, по идее, должно подойти. Если жители у нас займут этот дом, да, соответственно, кровати окрасятся в другой цвет. Как сейчас, собственно, и произошло. Желтый, это означает, по-моему, что кровати пока что не заняты. И, по-моему, когда они горят зелеными, тогда у нас уже считается занятый домик. Тут также есть, ребята, дети в Майнкрафте. Дети жителей. Тут, ребята, есть как девочки, так и мальчики. То есть здесь уже не будет, как в ванильном Майнкрафте, когда только жители однополые. Также, друзья, нужно подождать, чтобы пришел, скажем так, караван новых жителей. Для этого нужно пропускать ночь, чтобы был день-ночь. И тогда с какой-то из сторон нам будет приходить торговец и бродячие жители, которые ищут, грубо говоря, себе новый дом. Так, ну что, ребята, чтобы продолжить работать, нам нужно обязательно построить свой склад. Так, ну что, наносклад готов, ребята? Вот, ребята, устанавливаем сюда рамочку. Внутри давайте поставим сразу пару сундуков. Так, давайте сделаем, наверное, попроще. Просто два больших сундука и, в принципе, можно поставить еще освещенница. Было бы вообще хорошо. Далее ставим значок, вот такой вот, сторидж. Это как бы означает склад. И его тоже нужно покупать вот у наших главных жителей, архитектора и продавца. Вот, далее. Теперь мы спокойно, например, можем начать себя обеспечивать и сделать, например, себе первую автоматическую ферму за счет жителей. И это, друзья, самое интересное. Так, ну что, друзья, например, мы хотим сделать ферму, у нас, в принципе, все готово. Например, мы можем сделать каких угодно размеров ферму. Главное, чтобы жители, грубо говоря, до нее доставали. Так, и, во-вторых, нам нужно пометить эту ферму, просто вот вспахав, например, землю. Хотя жители здесь достаточно умны и они сами поймут, где нам что выращивать, грубо говоря. Так, давайте сделаем небольшой мостик, чтобы жители здесь случайно в воду не проваливались. Так, далее, друзья, например, к нам приходит вот такой вот житель, да? А у него может быть какая-то другая профессия, либо вообще не быть профессии. А также, друзья, если нажимаем правым кликом, показывает уровень его профессии. В общем, смотрите, он пошел сразу автоматически рубить дерево, но мы его сделаем... Кстати говоря, давайте сделаем его именно фермером. Так, покупаем, например, вот такого фермера себе. Так, например, житель у нас пришел, да? Который безработный, мы кликаем правым кликом и он становится автоматически фермером. То есть, у него уже какой-то навык был, да? Мы сделали его фермером. Он сейчас пойдет посмотреть, что у нас на складе находится. И ему нужно, ребята, выдать инструменты, а также семена. Давайте это все быстренько сделаем. Так, приходим на склад, закидываем все это дело. И сейчас, по идее, он должен взять себе мотыго и семена. Да, видите, ребята, сразу взял еду. Давайте кратко осмотрим, что у него внутри здесь интересненького есть. Первая это шкала здоровья. Вторая шкала сытости. Третья шкала счастья. И вот это вот у нас интеллект. Чем больше интеллект, тем быстрее он будет и продуктивнее все делать. И также учиться. Вот сейчас я не совсем понимаю, как нужно ему показать, чтобы он сажал здесь. Но, по идее, ну давай, вот так вот. Ты поймешь, что это ферма, дружок? Да, смотрите. Все, нужно просто показать, типа, грубо говоря, что сажать на этом поле. И наш житель уже будет хреначить и делать свою работу. Давайте заскриним, как это он красиво делает. Это просто потрясающе. Ну что, друзья, пока наш житель работает, мы переместимся обратно в мою деревню. И я вам покажу, что я уже сделал с этим замечательным модом. В общем, смотрите, ребята, два огромных поля, где работают примерно четыре фермера. Вот видите, они вот так ходят, да? Они устали и настроение, грубо говоря, у них относительно паршивое. Чтобы было хорошее настроение, нужно делать много развлечений для жителей. А также, чтобы они хорошо спали ночью. И это очень важно. Так, далее у меня здесь располагается вот такой вот симпатичный склад. Здесь стоит освещение из других модов. Также стоит пару больших сундуков, куда жители все приносят. Эти жители также могут собирать, ребята, сахарный тростник. Так что, если вы настройку не выключите фермерам, да? Они пойдут и начнут собирать этот самый тростник. Так что так это, друзья, работает. И вот тут в настройках можно это регулировать. В общем, очень понятный и простой мод, друзья. Любые здания строятся по такому же принципу. Вот давайте посмотрим. Да, это у меня главное здание. Здесь я поставил табуретки, где мои жители могут спокойно отдыхать. Далее здесь те же самые у нас ребята, которые продают чертежи и также профессии. И вот тут вот есть сундучок, где дается стартовый шмот, грубо говоря, который вы можете использовать. Так, это у нас лесоруб шестого уровня и зачарователь одиннадцатого. Но профессия его основная лесоруб. Так, давайте посмотрим. Вот здесь стоит шикарный дом на шесть жителей. И вот так он выглядит, в общем, друзья. Вот. И здесь дома тоже по шесть жителей. И некоторые из них еще пока что свободные. Так. Вот здесь у меня сзади располагается, друзья, моя ферма дерева. Здесь такой небольшой садик, чтобы можно было посидеть, посмотреть на всю эту красоту. И здесь у нас, как говорится, деревья. Так, а кто это у нас такой? А, это у нас, кстати говоря, друзья, торговец, который пришел в деревню. И ему можно продавать разные ресурсы. И, грубо говоря, на этом строить свою собственную экономику в деревне. Как я понял, здесь, ребята, даже можно будет воевать. И вообще, очень много интересных фишек в этом моде, друзья. Надеюсь, что вам понравился мод, друзья. Но просто лайчинский, я думаю, вы поставите. Потому что это мод очень классный. Вот эти здания, другие, ребята, на самом деле не очень сильно отличаются. Главное, стройте красивую постройку. И ставьте туда, грубо говоря, специализацию этого здания. Например, люди в Таверде будут развлекаться. А музыканты их будут постоянно веселить. И у них будет хорошее настроение. Так, друзья, ну что, еще хотел показать шахту. Примерно как это работает. Давайте-ка посмотрим. В общем, сделал вот так, накидал вот такую вот шахточку. Причем достаточно интересную и реалистичную. Спускаемся в шахту. И здесь, что нам нужно сделать? Нам нужно опять, во-первых, найти себе рамку. Берем рамку. Я поставлю сразу две. И ставим сюда майншафт. То есть, у нас будет здесь добываться ресурс. Обязательно нужно сделать вот такую выемку. И тогда все это дело должно заработать. Давайте сейчас найдем себе шахтера. Я уже выбрал специальную специализацию. И вы должны ее будете, например, купить. Соответственно, вот у нас есть жители. Да, кто-то тут бездельничает. И давайте его превратим в... Теперь, друзья, это у нас шахтер. Шахтер, посмотрите, сразу каска появилась. И давайте положим сюда сразу... Так, я не знаю, давайте факела тоже. Факела и все необходимое для того, чтобы работать в шахте. Так, что у нас тут происходит, друзья? Шахтер отправляется в шахту. Просто потрясающе, друзья. Вот он сейчас спустится в шахту. И будет здесь заниматься своей добычей. Во, видите, он машет киркой. И он, кстати, был дровосеком. Теперь я его сделаю шахтером. У него есть деревянная кирка. Немножко факелов. И, в общем, будет делать он добывать ресурсы. Причем добывать он будет, ребята, интересным способом. Что из блока будет рандомным шансом выпадать какие-то ценные ресурсы. Сейчас он разобьет блок и посмотрим. Так, пока не выпало ничего. Но, в общем, так это дело работает, друзья, с фермером. В общем, ребята, занимайтесь, стройте с этим замечательным модом. А мы будем на этом заканчивать. Если вам нравятся обзоры модов, то обязательно пишите об этом в комментариях. И распространяйте этот ролик. Все. Увидимся в новых видео. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok